Мать моя поступила к богатой сестре Фиозе, кухаркой и прачкой. Сестра потребовала, чтобы Арина никому не говорила о родстве. Просто женщина из одного посёлка. Мать согласилась без протестов. Василий Ефимович Петров происходил из пермских мужиков. Отец его Пимакат. Город Павлодар был отменно ленивый город. Василий Ефимович отличался чрезвычайно пермской подвижностью. Соглашался на всё и брал любые дела. И притом немедленно он строил церкви, дома. Без архитектора сам составлял планы и строил быстрее всех. Метался по уезду, тропил, бил каменщиков, плотников. Церкви получались кособокие, с кривыми окнами. Так что говорили, а это Петров построил. Люди дивовались и отдавали ему подряды. Должен быть только от изумления перед его вдохновением. На тётке он женился внезапно. Фёза ему попалась на дороге. У Таратайки сломалось колесо, Фёза шла за водой. Совсем как в песне. Он попросил её указать ему, где живёт кузнец. Тётка только из лени, чтобы не тащить до дому ведра, проводила к кузнецу. Василию Ефимовичу оттого показалась она страшно деятельной. И он ей немедленно предложил тут же обвенчаться. Ему вспомнилось, что он до сих пор не женат. На другой день они и обвенчались. Тётка Фёза приехала в город, купила громадную кровать, пуховик из лебяжьего пуха, прошлась два раза по городу. Город ей не понравился. А переезжать в другой она не хотела. Она и легла в постель. Она говорила и думала только об еде. Больше всего радовалась она, когда в городе открывали гастрономический магазин. К ней присылали приказчиков. Она подробно расспрашивала их, что поступило в магазин. Из посёлка ей привозили паренный боярышник, езей, кололи баранов. Она приказывала каждую неделю варить баурсаки в меду. Но ко всему тому она была скупа. Мать мою наняла только потому, что Ариша брала меньше других. Ещё любила она зверей. Волк, его звали Вилькой, носился на цепи во дворе. Волк ушёл второй год. Во дворе перед возводимым трёхэтажным домом стоял Василий Ефимович в чесучёвой рубахе и штанах. Увидев нас, он хвастливо крикнул, указывая на суматоху во дворе. Внизу, предполагаю, открыть лавку. И ещё что-нибудь. Среди вазов с кирпичами пробирались комбаром верблюды, навьюченные шерстью и кожами. Толкались овцы. Метался на цепи волк. Пока мы шли через весь двор, Василий Ефимович успел обежать вдоль фасада, слазил на чердак, заглянул в колодец, который копали тощие киргизы. Лицо у него сияющее и довольное. Всё идёт отлично. Жена возлежит, не работает, отлично, пусть лежит. Подрядчик Василий Петров 10 жен способен содержать. Впрочем, он не думал о 10 жёнах, потому что, если бы он подумал, то, несмотря на все неприятности, завёл бы себе этих 10 жен, даже если бы для этого потребовалось перейти в магометанство. В тёткиной комнате меня встретили таинственные запахи. Особое солнце лежало за густыми занавесками. Я впервые видел такую широкую, алую постель и такую раскрашенную, толстую женщину. Уважал я и атласное одеяло, под которым она лежала, несмотря на жару. Мать худенькая и покорная остановилась у дверей за моими плечами. «Ариша, – сказала я тётка Фиоза, – ты чайку нам сготовь?» Тётка Фиоза со вздохом скинула одеяло и встала передо мной в рубашке до пят. Она, не торопясь, надела киргизский полосатый халат, расчесала волосы чудовищной длинноты и черноты. Я чувствовал, надо что-нибудь сказать, но губы мои одеревенели. Никогда и нигде не встречал я подобной красоты. Я понимал, нельзя скоромно думать о тётке, но богатство отдаляло от меня родство. «Ах, грамотный?» – спросила она, кладя в алый рот ковришку. «Да, – ответил я тихо, весь пылая. Она чмокала, щурилась, поводила плечами. «Ну, иди в столовую». На круглом столе, который я тоже видел впервые, уже кипел самовар. Мать расставляла чашки. Она было направила меня в кухню, но дядя Василий Ефимович остановил. «Пускай здесь пьёт поощрение полезно». Дядя рыженький, плотненький, постоянно вскакивал, убегал куда-то, возвращался, открывал окошко и ругал каменщиков. Прихлёбывая из стакана чай, он стучал кулаком по столу. «Надо строить кирпичный завод, выгоднее иметь свой». Он обернулся ко мне и пощупал мои бицепсы. «Учиться хочешь?» «Хочу», – ответил я, глядя на тётку. Я завидовал и радовался удовольствию, с которым тётка Фиоза пила чай. Она жмурилась, вздыхала, в животе её что-то благостно хлюпала. «Учиться полезно. Поедем сейчас». Коней уже закладывают. Дядя усадил меня править иноходцем. Мы проехали мимо мрачного здания сельскохозяйственной школы за город. Дорога отличная, плоды отличные. Дядя остановился и сорвал несколько арбузов. Подошедшему сторожу он дал пятак. Миновали много бахчей, полей, поднимались на много пригорков. Я разомлел. Дядя просыпался на поворотах и указывал, куда мне свернуть. Мы ехали часа четыре, пока не увидели жёлтых деревянных ворот. Меня удивило, что от ворот не идёт ограда. На воротах надпись. Опытная ферма Павлодарской сельскохозяйственной школы. Наплевать, подумал я, буду и здесь учиться. Ворота мне понравились. За воротами виднелось несколько саманных длинных домов, скирды сены и обмолоченной пшеницы, сарай, а в стороне возле громадного огорода и озерка беленький домик. Мы подъехали к домику. Нас встретил заведующий школой. У него была странная фамилия, Свас, а имя самое простое, Иван Иванович. Он необычайно обрадовался дяде. Он радовался каждой встрече толстоногий Свас. Он прослезился, он жал дяде руку, гладил по плечу, по животу. Василий Ефимович, солнышко, откуда это тебя? Я ведь вас и не надеялся никогда увидеть. Я на тебя сердился. И он на самом деле изобразил на лице сердитость. Третьего дня видались у городского головы. Тьфу, разве это видение? Видение? Это чтоб посидеть. Или ты не желаешь со мной знаться? Он спылил, впрочем, тотчас же отошел, уйдав меня. Сын-то у вас, Василий Ефимович, какой вымахал. Небось, лет шестнадцать в гимназии или посредством домашних учителей обучаете. Он плакал, прыгал вокруг Василия Ефимовича. А тот прицеливался, как бы тут чего построить. Дядя болтал мало, он преимущественно действовал. Подумать можно, что они приятели сотню лет. Оказалось, он и в гостях у сваза впервые и даже ничего не строил свазу. Узнав, что Василий Ефимович привез меня учиться, с вас и этому обстоятельству несказанно обрадовался. Не знаю почему, но ему не понравились мои штаны, хотя это были самые обыкновенные серенькие штанишки из бумажной материи, вправленные в низкие сапоги с голенищами. Заведующий хозяйством увел меня. Дядя остался пить чай. Я еще не успел дойти до склада, как увидел, что дядя уже садится на таратайку, видимо, вспомнив какое-то спешное дело. Обо мне он уже забыл. С вас тоже обо мне скоро забыл, хотя, увидав меня, он всегда делал крайне радостное лицо и вспоминал о самом удивительнейшем и деятельном подрядчике Василии Ефимовичи. У нас, учеников, было 42 человека. Мы все жили вместе в длинном саманном сарае. Спали мы на железных кроватях, соломенных тюфяках, которые сами набивали каждые две недели. Одеты мы все были в одинаковые черные штаны и рубахи из чертовой кожи с белыми пуговицами по вороту. А зимой, когда мы переехали в город, нам выдали черные шинели с зелеными кантиками. Вставали мы рано, до рассвета. Мучительное вставание. Вставая, я думал, что никогда мне больше не встретить такой тяжелой работы. Я пахал, бароновал, сидел на косилке, гонял валов в город за лесом, спал под солнцем на лесинах. Вокруг пустынная степь. Нос и рот забивала теплая пыль. Глаза слепались. Все время мучительно хотелось спать. Многое было приятно, как бы не просыпаться так рано. Приятно с высоких сидений лобогреек перекликаться друг с другом. Кони бежали, махая хвостами. Оводы впивались в наши загривки. Подбавляй! Начинал с одного конца поля молодой и звонкий голос. Подбавляй! Кричал другой. Мы ничего не подбавляли. Мы хлопали бичами, хотя кони не могли бежать быстрее, поломалась бы машина, но нам было приятно. Мы, как большие. Сами косим и жнем. Возвращаясь с поля, мы останавливались возле бахчей и срывали по арбузу или по подсолнуху. Мы щелкали семечки и врали друг перед другом, едя в тучи теплой пыли. Отличная жизнь. Кабы не вставать рано. Отличная жизнь, кабы не кухня. Трое из нас каждый день дежурили по кухне. Один оставался убирать в столовую, мыть посуду, выхлопывать постели, протирать окна. Двое помогали стрепухи. Надо чистить картошку, таскать дрова в печку, чистить капусту, лук, нарезать хлеб для завтрака и обеда, разливать чай по чашкам и добавлять молоко. Все кричали. Одни налил слишком густой чай, другие слишком мало молока. Обед. Мы дежурные, вносим щи. Середину стола занимают старшие ученики. Плечистые, крепкие, расчетливые. Все, что они собираются сделать, они обсуждают долго и тщательно. Как покрепче зашить штаны, сколько чашек чая можно выпить, чтобы не повредить учению, как развеселить сваза. Они осторожно работают, осторожно хвалят или бронят. Да нет, они до брони не доходят. Куда им? Они боятся всего нового, неиспытанного. Нельзя, например, переставлять им кровати. Они не выходят из школы без спроса. Они в большинстве из крестьян. По краям пристроились вьюны, приютские подкидыши. Дети нищих, бродяг, обедневших мещан. Они постоянно ругались и дрались, и, казалось, не размышляли. Но все они, весь стол и середины, и края постоянно пребывают в крайнем напряжении. Чем больше я живу в школе, тем сильнее я понимаю его. Особенно напряжение усиливается зимой, когда мы приезжаем с фермы в город. Даже сам Иван Иванович сваз потускнел. Сваз должен преподавать нам физику, геометрию и животноводство. Какие глупые, пустые науки, думал я, если даже сваз способен их узнать. Унылый он раскрывает книгу, унылый читает название главы и затем откладывает книгу в сторону. Огласи, Иванов. Он чувствует, что здесь учить невозможно, и радоваться ему не на кого. Он смотрит на эти тупые лица, которые ждут только еды, думают только об еде. И ни с того ни с сего он говорит. Чайки еще не летают, и, по-моему, их вообще нет на Иртыше, как предвестница весны и хода рыбы. Он чертит карандашом по столу и дремлет. Звонок! Что и требовалось доказать, говорит он, и уходит из класса, сияя радостью, надеясь встретить менее напряженных людей. В свободные часы я уходил на застекленную террасу первого этажа. Терраса похожа на пароход, особенно два деревянных столба. Они совсем как мачты. Стекла голубовато-прозрачные, высокие. Если всмотреться, то сквозь них снега, заполняющий площадь громадными валами. Сюда мещане свозили навоз. Очень похожий на ледовитый океан и даже на полюс. Смотришь и думаешь. Сейчас кончится снега, попадешь в теплое течение, и корабль понесет к запашистым островам. Дневник мне везти не хотелось. Я написал письмо. Я писал. Вот здесь сидел мальчик Всеволод Иванов. Читал и думал о том, что когда-нибудь он будет капитаном и поплывет в море. А пройдет много лет, это письмо найдет другой мальчик, прочтет и тоже будет мечтать о капитанстве. Долго я думал, куда же мне спрятать мое письмо. Я бросил его в щель столба, подпиравшего террасу. Столб был обшит досками. Три года спустя это письмо нашел Петька Захаров. И о встрече с ним и его замечательной жизни будет рассказано дальше. К весне школьников кормят хуже. Они голодают. Мы едим гнилую солонину, гнилую капусту, тухлую и вязкую. Чай нам подают без молока. Правда, пища теперь похожа на ту, которую едят люди, потерпевшие крушение. Но мне не нравится такое крушение. В большом актовом зале висит портрет Николая II. Лицо у него такое же, как и там, в воинском присутствии, где отец мой записывался добровольцем. Но портрет вырос, а я такой же маленький. И все окружающие по-прежнему враждебны мне и внушают страх. Вечером мы заправляем и развешиваем по классам керосиновые лампы. Нальешь керосин, идешь осторожно с лампой, держа под ней тряпку, чтобы не обкапать поло. Классы пустые. Повесишь лампу в проволочную цеполку, зажжешь и слегка качнешь. Все поплывет вокруг, качаясь и наполняясь желтым светом. В углу стоит громадная черная доска чистоты необыкновенной. Подойдешь и напишешь крупно мелом два помножить на два равняется четыре. Индия. Балиарские острова. Два раза в день, рано утром и вечером, мы должны обтирать пыль из портрета в золоченой раме. Зачем он такой громадный? Почему на него ложится так много пыли? Почему у него напряженное лицо? Мы переименовали портрет, как и переименовали все, что надоело нам. Мы назвали его шадра-барда, что значит ямки на лице от оспы. И нам нравилось говорить друг другу. Твоя очередь сегодня шадру-бадру обтирать. А главное окаянное – это лесенка, на которой нужно было стоять, чтобы достать до верха портрета. Лестница качается, скрипит. Иногда с нее дежурный падал. И тогда весь класс, целый вечер, поддувал, смеялся надупавшим. После падения надо вернуться веселым, а наши поддувальщики будут кричать «Перекачало!» Перед исповедью, великим постом, накануне экзаменов, нас послали перебрать картошку в погреб к управляющему школой Иван Ивановичу Свазу. Многое предполагали мы увидеть в этой харчевой, но нет такое. Толстые окрака встали нам навстречу, качались сушения, блестели маринады, улыбались пузатые банки с красными помидорами, поодаль несколько сороковедерных бочек с арбузами, мешки сухарей. Десять морских судов можно было б кормить десять лет в этой харчевой. Нам сразу надоело заправлять лампы. Мы поняли наше напряжение, мы поняли наш голод. Мы думали три дня, проели мои экзамены. Не скажет теперь поп того, что он говорит каждому после удачного экзамена, поглаживая бороду в седых крапинках. Будешь сельскохозяйственным техником. Пора. У меня в прошлом году саранча пожрала пищу и пшеницу. Я отказался помогать в подкопии не столько потому, что считал поступок этот опрометчивым накануне экзаменов, сколько потому, что не понимал жадности к еде. Голодать так голодать. Вот сладкое, это дело другое. И вьюны, и средина свалят вину на меня. Они сразу возненавидели меня за отказ. Чем я гордился? Я подошел вместе с ними к складу. Лица у них стали еще напряженнее. Средние вползли в черную дыру подкопа, которая начиналась в пригоне. Вьюны отталкивали середину, кусались, визжали. Я должен был влезть последним. Я слышал возголосы из подвала. Кормись, расходуйся, траться. Экзаменаторы, когда обнаружится, что закуска съедена неизвестными ворами, сурово будут смотреть в наши глаза. Сурово осматривать стены. И увидят они портрет Николая Второго. И это преступление с глазами Николая Второго тоже свалит на меня. Дежурным надоело стирать пыль с этого напряженного лица. И они гвоздем выкололи ему глаза. Лицо утеряло свою напряженность. Поглупело. Тогда и придумали подкоп. Выколоть глаза царю это не то, что скушать помидоры. Мне и хотелось быть политическим, но я боялся, что меня сошлют на каторгу. Мне вспомнились цепи деда Семёна, его синее лицо. Страшно. Там, наверное, на каторге ещё более напряжённые лица, чем здесь в школе. В голове клубилось, а в сердце как бы клевало. Да, вот и земля, вот и приближающаяся весна. Ох, надоела мне земля. Наскоро окончить экзамены, потому что с вазу надо посеять больше для себя. Надо вставать с рассветом. Сапоги и без того тяжёлые, а выйдешь на двор, прилипнет земля, ещё станет тяжелее. Хочется спать. Ветер холодный, дождь. По краям неба софьяновые весенние облака. Я сказал с вазу, пустить меня. Завтра экзамены, сказал с ваз. Пустить меня совсем, сказал я торопливо. У меня отец помер. С ваз перекрестился. Вечная память, сказал он тихо. Прекрасный был человек. Он никогда не видал моего отца. Хоронить поедешь? Хоронить. Ну, поезжай. А мы тебя проэкзаменуем отдельно, когда вернёшься. Пустить меня совсем. Пеки, дурак, сказал он у нас ваз. Разве у нас разрешены отдельные экзамены? Пора бы научиться высокому смыслу аккуратного разговора. Кирпичный, красный фундамент школы тоже такой же напряжённый, как и серые деревянные коридоры, как и всё окружающее, которое, кажется, вот-вот готово расплакаться. Но не успел я пройти мимо фундамента, не успел шагнуть на пухлую великопостную дорогу, как напряжение окончилось. Я с наслаждением шагал по лужам, посвистывал, размахивал узелком. Я шёл к дяде Василию Петрову. Круглый самовар, суетливый дядя Петров ругается в окно. По-прежнему перед тёткой Фиозой бесчисленные варенья. Мать моя всхлипывая, печёт на кухне оладьи, не вышла из Всеволода сельскохозяйственного техника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продолжение следует...